Ё-моё, это просто невозможно, я тысячу раз уже переписываю этот ролик, сразу я валяю, давайте короче, не будем тот долгий пример с этим дурачком монстром в лабиринте, я его сделаю тут прям в эфире, чтобы прям вот это, чтобы растянуть ролик. Давайте я вас научу делать ИИ, ну это нихрена не ИИ, это Pathwedding Service называется, в общем чел сможет искать сервер, это, себе путь, он крутой, он умеет искать путь и это главное. Ну то есть, все мечтали, например, сделать хоррор типа Грэнни, где не будет тупой АИ-киллер, который что-то типа Некстбота, всегда знает где это, ну скажите, вам же это по-любому не страшно, ну нет, как бы страшно первую минуту-две, что я сделал? Из-за этой видеозаписи пролагивают жестко так, реально, ты что, даун? На, иди. Ну вот, вот так вот примерно. Но, и этот АИ-киллер уродский, у меня есть для вас два пути, твин сервис, самый такой вроде и нормальный, потому что он будет ходить туда, куда тебе надо, это точно. И одновременно самый муторный, потому что миллион лет расставлять самого персонажа, копировать строчки кода, а потом переименовать, а потом там целый параметр аж изменять, это у меня вот два часа, чтобы лабиринт какой сделать, вот я могу вам его показать. Ё-моё, кто-то там стучится. Ну, в общем, вот этот лабиринт, он там долгий вообще. Давайте я вам покажу. Ой, надеюсь, мне микрофон записывается. В общем, это шикарнейшая вещь. Ну, как так он будет стоять, мне даже лень. Ещё это скриншотера пролагивают, лучше бандикам, но у бандикама проблемы с видеокадеком или как его там. Ой, в общем, давайте я вам теперь объясню это вот тут же, да. Это скрипт. Ну, тут у меня вот так. Он вообще прекрасный, классный, мега мощь. Я вам покажу, как сделать, чтобы он на разные пути ходил. Это легко очень. Локальный путь фидинг сервис, то есть мы создаем локальную искать сервис, равно игра получать сервис. Вот этот вот сервис. Локальный путь, то есть это путь сам. Локальный путь сервис, он подключен. Равно локальный путь сервис сервис, да, искать сервис. И он создаёт путь. Он крутой, молодец, умеет создавать путь. Извините меня. Пожалуйста. Путь, двоеточие, компьютер, асинс, это мощно. Это я не знаю. И вот тут у нас само, как он будет типа ходить. Ну, то есть сам путь. То есть это скрипт, то есть родитель, ну, у них есть родитель, типа от чего он идёт. Хуманоид Руд Парт, это вот вещь, которая есть у каждого. Ещё раз, с партом или просто модель не получится. Надо свою модель сделать хуманоидом, человеком. Сделать ей хуманоид, сделать ей ещё как-то там его сделать человеком. Ну, в общем, да, чтобы он был, чтобы название модели отображалось над его головой. Это, и вот тут позиция этого хуманоид Руд Парта, ну, то есть самого персонажа. Воркспейс точка Парт 1, это туда, куда он идти будет. Ну, это вот, не знаю, как объяснить скрипт. Ну, то есть вот эта вот срочка отвечает за то, что идти к вейпоинтам позиция. Ну, не будет же он просто идти. Это вот тогда просто муфту, он в стену упрётся. А это именно по вейпоинтам, которые он как раз и создал. И скрипт точка Паррент Хуманоид Муфту Финиш, ну, то есть идти к финишу. Ждать и конец. Теперь мы можем сказать, а теперь, чтобы он шёл в разные точки. Берём, Ctrl-C, Enter, 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 Ctrl-V. Всё. Теперь вот, допустим, Парт 1 мы заменяем на Парт 2. И давайте создадим этот Парт 2. Эй, ты чё офигел? Парт 2 будет у нас, допустим, почему бы не дубликат. Ё-моё, реально пролагивает запись, охренела. Окей, хорошо, видеозапись мне говорит, что надо зайти в Studio Setting, возможно. Эй, рендеринг, левел 0, левел 1. Всё, close. Ой, ё-па-йё, какая это убожество. Нет, я, извините, такое не принимаю. Да, кстати, давайте вам ещё дополнительный гайд. Это вот на то, чтобы можно было графику делать разную. Это вот рендеры. Всё. Вот это вот будет как раз у нас Парт 2. Давайте мы его переименуем. Вот у меня, кстати, вот удобно вот так вот пропертицу расположим. Обычно оно у всех вот здесь, но мне удобнее, что оно тут будет наоборот. Да, и теперь, как мы можем заметить, F8. Я же там вроде всё сделал, да? Я же не сделал. Everyone make mistakes. Кто шарит за эпох, тот молодец. Смотрите, он будет идти именно сначала к первой точке, а потом ко второй. Если я, конечно, не сделал какую-нибудь ошибку. И чё ты тупишь? А, вот всё, пошёл, пошёл такой бот тупой. Вот он ходит. Мне даже камеру не буду поворачивать, потому что мне лень. Я хочу посмотреть. И вот, красава, пришёл. А теперь, допустим, вы хотите опять же сделать тоже обе с помощью этого. Конечно, лучше с помощью муфту, потому что так легче. Но, чтобы сделать его бесконечно, чтобы он ходил туда-сюда, обратно, мне вообще-то никак не приятно, мы сделаем вот так примерно. Давайте вот тут вот Enter. И вот тут освобождается точка While. Ой-ой-ой. Это на украинский, честно, похоже. Нет, я не знаю украинский, просто реально похоже. Вот так вот. Давайте теперь возьмём, удалим это. И вот так сделаем примерно. Всё. Теперь это всё в цикле. Смотрите. True это означает что? Это то, что он трушный бой. Нет, я пошутил. Это означает то, что он бесконечно будет, но в плане абсолютно без перерыва. Как только дошёл до цели, сразу же обратно туда-сюда и бесконечно вот так вот будет. Это вот вам, возможно, нужно, а возможно нет. Это вот на ваше усмотрение. Если вы хотите, чтобы он ждал как-то, то я вам сейчас покажу, как можно сделать. Кстати, у меня появилась интересная идея. Я вам покажу. Я не знаю, будет она работать. Ну вот, вы видите, да? Останавливаем. Реально, этот скриншотер, что так нагружает мой компьютер? Ноутбук, то есть. Блин. Script, one ending, да-да-да. Давайте её вам дальше показывать. Мы можем true заменить на wait. Да ё-моё, ты чё, дура? Это значит, что он... Если вы шарите с английский, то wait, вы, думаю, знаете, что это. Это сколько он знает. Например, одну секунду. И вообще вы... Everyone make mistakes. I for otherwise share... Да, мой прекраснейший английский. Ой. Давайте покажем, что у нас будет. Ой-ой-ой. Надеюсь, звукозапись идёт. Смотрите. Кстати, он, по идее, не сразу... Вот он идёт, да? Такой ля-ля-ля-ля, топа-ля-ля-ля. И такой доходит, и, по идее, доходит до этой точки. И вот, он ждёт одну секунду и идёт обратно. Правильно? А давайте теперь посмотрим, если мы ему добавим параметр Math Random. Ё-моё, я плюнулся на экран. Я не знаю, как это работает, потому что я ещё даже не пытался это делать. Ой, чё я сделал тут? Мэ. Математика, можно перевести так. Random. Опа, вот так вот. Enter. И давайте от одного, допустим, до пяти. До двух нет, до пяти. Да нет, не до пятнадцати, вы чё? До пятнадцати это ваш IQ. Нет, не зрителей, а вот моих одноклассников, по большей части. Давайте. Ну, кроме одного, который является моим другом. Смотрите, какой он мегамощь. Ура-ра-ра-ра-рак. Рак-рак-рак-рак-рак-рак. И, кстати, я даже, пусть он у меня будет в прототипе стоять, этот мегамощь. Давай посмотрим. Да, у него рандомно кажется. Давайте посмотрим даже. Можем посмотреть. Может быть, сейчас что-нибудь другое выпадет. Давайте, сейчас пять секунд может выпадет. Да, выпадает рандом всегда. Я был абсолютно прав. И я обучился только что мегамощи. Смотрите, давайте я вам докажу, что я крутой чел. И скажу вам, скорее всего, пока. В общем, я вам сказал всё, что мог сказать про эту систему. Я вам максимально кратко оставлю, конечно же, это в описании. И, короче, всем удачи, что сейчас происходит. И всем пока. Пока.